Здравствуйте, наша недельная голова называется Вайгаш. В ней рассказывается о том, как братья узнали, что Йосеф жив, ссоре Иуды и самого Йосефа, и о том, как отец Яков узнал, что его сын Йосеф жив. Братья, когда возвращались из Египта, они думали, как правильно преподнести информацию о том, что Йосеф жив. И по дороге домой они прямо у шатра Якова встретили свою племянницу Сырах. Она очень хорошо играла на арфе, и братья этим решили воспользоваться, и попросили ее спеть песню и сыграть на арфе. И спеть песню о том, что Йосеф жив. Сырах зашел в шатер к Якову, начал петь о том, что Йосеф жив, он там правит Египтом. Якову настолько это понравилось, что он даже дал ей благословение. Сказал о том, что ты вернул к жизни мою душу, и дни твоей жизни продлятся навечно. И как мы видим, потом Сырах прожила до дней царя Давида. И одна из тех, кто попал в список правдников, которые ушли из этой жизни живыми. Она получила свою награду Медак и Нагитмеда, меру за меру. Помогла Якову вернуть к жизни свою душу, взамен получила такую награду. Когда Яков разговаривал с Сырах, зашли братья, поздоровались с отцом, и воскликнули о том, что Йосеф жив. Тогда братья решили рассказать Алху и Йосефу, последнее, что они учили. И после этой Алхи Яков начал прыгать от радости и воскликнул, что его сын реально жив. В то время, когда Якову принесли кровавленную рубашку, Яков подвергнул сомнению пути Ешема, в то время как Йосеф оставался все время верным Богом, за что я получил шхену и шхену присутствия Бога собой во всех его деяниях. Яков больше радовался тому, что его сын Йосеф оставался праведником все это время. Об этом наша недельная глава Шаббат Шлом. Субтитры создавал DimaTorzok